Хиросима Разные времена, далекие друг от друга пространства, но одинаковые судьбы. Судьбы, которые уготовила им ненависть. Вот сейчас как будто мы заново все это пережили. Наши уничтоженные до фундамента, до основания стен, города, села, конечно же, впечатления удручающие. И просто задаешься вопросом, как в 21 веке какой-то народ может вот такое совершить. Просто задаешь себе вопрос и не можешь на него найти ответ. Сколько же ненависти должно быть? Сколько же желания уничтожить все наследие должно быть, чтобы всю эту территорию превратить в такие руины? Все войны от древних времен до сегодняшних дней и в будущем, независимо от их форм, суть сводится только к уничтожению, в основе которой лежит ненависть. Человек так и не смог вылечиться от этой убийственной болезни. И именно ненависть делает историю повторяющейся. Когда завершилась Вторая Карабахская война, и перед нашими взорами открылась ужасающая картина наших полностью разрушенных городов, я думаю, что я как историк все же испытала меньше сотрясений, чем все остальные люди, которые впервые столкнулись с такой реальностью. В чем его суть? В чем его отличие? Если мир победил гитлеровский фашизм еще 75 лет назад, то армянский фашизм, к сожалению, продолжал жить, и он победил в Армении. То есть единственная страна в мире, где фашизм победил полностью, это Армения, где преподается история, согласно которой армяне выше стоят других народов. Они самые древние, они самые умные, а другие народы стоят ниже, то есть это чисто расистская, нацистская концепция, по которой один народ выше, а значит, он имеет право уничтожать физические и другие народы. Естественно, попутно все его наследие, то есть это уже не так важно, потому что если уничтожаешь народ, то зачем нужно его сохранять наследие? Во-первых, в виде аэрофотосъемки городов, прежде всего вот Агдама, у тебя возникают некие ассоциативные связи там с другими разрушенными городами прежних войн. Конечно, это и гуманитарная, и культурологическая катастрофа, и в этом смысле ты понимаешь, что помимо зданий, там, собственно, разрушена судьба людей, потому что это, как говорится, за каждым домом это человек, за каждой улице это душа этой улицы, этих площадей, этих кварталов и так далее. Итак, история с разрушением судеб повторилась. Одной из причин, по которой армянская сторона морально для себя обосновывает вандализм по отношению к азербайджанскому наследию, является особый армянский национализм, а скорее даже нацизм, который из поколения в поколение прививается армянскому народу. В этой стране фашизм, терроризм и нацизм не просто героизируются, но все это преподается детям на уровне государственной идеологии. И одним из результатов этого преступления является то, что Армения предъявляет территориальные претензии ко всем четырем странам, с которыми граничит. По армянской исторической концепции, все четыре государства захватили территорию Древней Армении и уничтожили ее культуры и наследия. Вот так армянским детям, молодежи прививается ненависть к соседям, то есть не добрососедство и сотрудничество, а ненависть. Принцип мирного сосуществования был нарушен еще до массового переселения армян на Южный Кавказ. Начальным этапом можно считать борьбу между албанской и армянской церквями за первенство, когда каждая считала, что она приняла христианство первой. На протяжении всего Средневековья шла эта борьба, попытка арменизировать албанское население, попытка присоединить к себе албанскую церковь. И потом последний аккорд этой борьбы был в XIX веке, в 1836 году, когда указом царского синода албанская церковь была присоединена к армянской и была отдана под юридикцию Эчмиадзина. На карабахских церквях можно увидеть много надписей на армянском языке, которые относятся к XIX веку. И там пишется, что я такой-то построил этот храм. На самом деле он не построил, он просто отремонтировал его, но табличку написал, как построивший этот храм. У них и секунды сомнений нет в том, что все христианское наследие Кавказа, не только Карабаха, Кавказа, в том числе и Грузии, является древнеармянским. Я просто для примера скажу, что Эчмиадзин претендует на 660 с лишним церквей и храмов на территории Грузии с их землями. То есть, если посмотреть на карте, получится, что вся Грузия принадлежит Армении. В 1917 году армянские националисты, воспользовавшись развалом Российской империи, решили воплотить в жизнь свою идею-фикс, которая называется Великой Арменией. Помимо семи велаэтов Османской империи, они претендовали и на земли на Южном Кавказе, которые исторически всегда принадлежали азербайджанцам и грузинам. План был прост. Надо было любым путем освободить эти земли от коренного населения. И к январю 1918 года только в Ириванской губернии были полностью уничтожены 199 азербайджанских деревень. Большая часть населения была уничтожена, остальные, кому удалось спастись, заполонили другие города и уезды Азербайджана. В марте 1918 года в двух самых больших городах Азербайджана, в Баку и Шимахе, началось массовое истребление азербайджанского населения. В общей сложности за три дня было зверски убито более 35 тысяч мирных людей. Древнейший город Шимаха был полностью разрушен. Вы можете сравнить фотографии Шимахы 1918 года с фотографиями Агдама, Физули, наших дней. Никакой разницы. 13 мечетей, шимахинских мечетей, и среди них самая древнейшая на территории Азербайджана, Джума-мечеть, которая была построена еще в 8 веке. Это вторая мечеть после мечети Дагестана во всем Южном Кавказе, был полностью сожжен и уничтожен. 13 квартальных мечетей в Шимахе были также сожжены, уничтожены, а некоторые из них были вместе с живыми людьми, которые спрятались в мечети, рассчитывая, что армянские банды, может, пожалеют и не посягнут на дом Аллаха, на Божий дом. Вот у нас есть фотография целая, вот улица, базарная улица. Сегодня это улица Азербайджан, бывшая Шимахинка. Она принадлежала мусульманам. И все вот эти торговые предприятия, магазины, все это было сожжено. Мечеть Тазапель, шахская мечеть в самой крепости. Они обстреливали пушками с моря. И вот разрушение, вот вы можете увидеть. Остались фотографии. И, конечно же, жемчужина архитектуры города Баку. Здание Исмайль-Лия. Армяне знали, что значит это здание для азербайджанцев. И имя поджигателя этого здания известен. Это Татайфос Амиров. Амирьян. Все это документировано. И у нас есть свидетельство, что после того, что случилось с Исмайль-Лия, все азербайджанцы группами приходили, стояли и очень долго и молча смотрели на свою когда-то гордость здания. Что должны были почувствовать наши граждане тех лет? Наверное, те же чувства, которые испытывают сегодня наши современники в виде Агдам, в виде Физули, в виде Чабраев. Для армян оказалось, что это, собственно, приемлемо в разных аспектах. И осквернение, и переделки, и несанкционированное использование и так далее и тому подобное. И в этом смысле, конечно, как говорится, для любого архитектора эти здания культа, они как бы опорные точки в городах, населенных пунктах, вокруг которых, собственно, развивается некая структура. И градостроительная, и некая архитектурная среда. Это всегда доминанта. И в этом смысле, конечно, плачевно то, что мы сегодня видим, то, что произошло. Армяне – несчастный народ, потому что они до конца так и не осознали, что являются всего лишь инструментом, который выбрасывают, когда он непригоден или уже не может выполнять свою функцию. И этот элемент вырабатывает в них манию величия. По своей сути, армяне такие же вроде нормальные люди, как и все. У них семьи, наверное, дети, и созидательным каким-то трудом они занимаются. Но именно как община, как идеологическая доктрина, у них прописано, что нету проблем в уничтожении детей других народов или в уничтожении культурного наследия. Можно разрушать мечети, можно в них держать свиней, можно осквернять кладбище, можно минировать мечети, можно минировать кладбище. Не проблема. Главное, чтобы нанести побольше урон психологический, моральный. Я думаю, что в этом регионе, наверное, не осталось и одной трети памятников исламского зодчества. Ну а что касается христианских памятников, албанских памятников, конечно же, к ним надо отнестись очень внимательно и разобраться, что было сделано вот за эти годы и как им удалось изменить вид этих церквей. Есть мусульманское наследие, они уничтожили тотально в Карабахе, потому что оно им мешало. Хотя есть случаи того, что они переначивали некоторые архитектурные средневековые мусульманские постройки под свои нужды. А в остальном христианское, албанское наследие они переделывали или присваивали, как древнеармянское. Кстати говоря, если говорить языком армян, которые якобы христиане и веруют в Писание, есть такое слово-сочетание «мерзость запустения». Это когда оскореняются места и так далее. И в этом смысле непонятно с точки зрения как раз веры поведение армян в этих сооружениях этого типа религиозного культа, потому что как раз-таки азербайджанцы себя показали в этом смысле богобоязненными, независимо от конфессиональной и религиозной принадлежности. И в этом смысле все культовые сооружения для нас есть места благоговения, поэтому никакого вандализма и религиозной нетерпимости в этом смысле не было. Важно отметить, что армяне продолжали работы по фальсификации албанского наследия и в советское время. За этот период очень много артефактов было увезено из Азербайджана на территорию Армении. Например, в Ичмиадзине на дворе стоит крылатый крест. Он был увезен из монастыря Хемшевенг, находящегося в Кедобекском районе Азербайджана. Теперь эта реликвия демонстрируется как армянский крылатый крест. Однако фальсификация исторических памятников остается приоритетом для армян. Пока ученые определили два варианта армянизации албанского наследия. Во-первых, если какой-то храм попадает в руки армянской стороны, как это было, допустим, в случае с монастырским комплексом Худавянг или Ганзасар, или Амарас, а воглан мы его называем. Первым делом они уничтожают прежний облик, то есть фрески, эпиграфические надписи. Все, что доказывает, что это не принадлежало к армянам, тотально уничтожается. Затем туда приносят плиты с новыми надписями. Эти плиты устанавливаются, устанавливаются хачкары. И в итоге мы получаем церковь-новодел. Это один вариант. Второй вариант, когда просто с нуля строится церковь-новодел, ссылаясь на какие-то якобы найденные и археологические доказательства, или на какие-то придуманные книги, что вот именно здесь, где им захотелось, была древняя церковь по заказу, допустим, 5-го века, 7-го. Но строится бетонная конструкция, новодел здания. Мы это видели и в Агдаме, допустим, в Ванькасаре. Если посмотреть в Википедии, в Агдаме, оказывается, 6-го, 7-го века. Но если приехать туда, я вас уверяю, эта церковь свежее, чем вот это здание, где мы сейчас находимся. То же самое произошло и в Шуше, с церковью Казанчи, которую армяне называют на свой лад Казанчи Цоц. Армяне утверждают, что это древняя церковь и принадлежит им. Хотя, если пробежаться по армянским источникам 19-го века, выясняется, что эта церковь новая. Ее прежде основали выходцы из Нахичевани, из села Казанчи и из соседнего села Елисли. То есть это тюрки христианского вероисповедания, которым было разрешено селиться в одном из кварталов Шуши. Квартал называется Казанчи, и они построили там себе небольшой одноименный храм на месте прежнего храма. А что сделала армянская сторона? После оккупации Шуши армяне на этом месте уничтожив прежнюю постройку построили огромный храм в армянском стиле. В той же Шуше армяне переделали русскую православную церковь, придумали ей новый купол в армянском стиле, переименовали в хач-жам и спокойно выдают его, как за средневековый древний армянский храм. Люди, которые все это сделали, теперь обращаются к мировой общественности, к деятелям культуры, что, мол, давайте защищайте памятники, потому что азербайджанцы могут их разрушить. Ну вот, ну как это назвать? Коварством назвать? Я не знаю, как по-другому можно это назвать? И, к великому сожалению, деятели культуры, в общем-то, вот идут на эту провокацию, и мы были свидетелями того, как обращаются куда-то международные организации, мол, давайте защитим памятники от того, что, может быть, сделают азербайджанцы. Неужели эти люди не видят то, что уже сделали армяне? Уже сделали. Вот неужели этого варварского отношения они не видят? Символичными для культуры и истории Кавказской Албании для албанской церкви являются монастырь Ганзасар, где долгое время находилась албанская патриархия, монастырь Худавенг, где тоже был один из центров албанской патриархии, и самый древний монастырь Амарас или Агоглан в Ходжавенде. Армянская сторона сейчас пытается разработать некую концепцию, то есть, ссылаясь на албанское наследие, которое они присвоили, они хотят сказать, «Видите, мы здесь с раннего христианского периода. У нас больше прав, чем у остальных христиан в мире». Вот так создается и распространяется армянская ложь. Иностранцы, читавшие об этой лжи о древних армянских памятниках из Википедии, ужасаются той реальности, которую они потом видят. И тогда люди начинают понимать, что методично уничтожались целые города. Агдам, Физули, Джабраил просто уничтожались. Их просто растащили на камни, чтобы стереть навсегда память о людях, которые здесь когда-то жили. Освобождение азербайджанских земель из-под армянской оккупации – это историческое событие еще и потому, что те, кто придумали армянскую лжеисторию, сами ужаснулись того уродливого чудовища в виде армянского нацизма, которое сейчас выросло, и оно может съесть любого. Теперь же мир очнулся. Однако этого мало. Нацизм тяжело ранен, но пока не ликвидирован.